Я тут услышал, что дебаты идут в Германии по поводу отказа от строительства «Северного потока-2» с Америки, Теркина, Западе, дискуссии в Евросоюзе из-за покушения на Навального. У меня вопрос к этим западным лидерам. А вы у Навального-то спросили? Он вроде уже в сознании. Спросите, сам-то он хочет, чтобы за покушение на него были видны санкции против «Северного потока-2». Дело в том, что и он, и Ходорковский, еще один так называемый оппозиционер, оппозиционер Рейха, как я называю, всегда выступали против любых экономических санкций против России. Потому что русский Рейх должен быть обеспечен, там просто не должно быть коррупции. А насчет всяких секторальных экономических санкций, сколько я слышал этого персонажа и Ходорковского, они всегда были за то, чтобы вводить санкции проточечно, против каких-то чиновников. Но ни в коем случае не против Рейха, и они всегда говорили, что народ будет страдать, а на самом деле они за экономическую мощь России. Они просто Путин каким-то причинам не нравятся по-разному, а может и нравится, мы в душу не залезем каждому из них, кому что. Ходорковскому, думаю, Путин-то лично точно не нравится, а насчет Навального я бы поостерегся. Но дело даже не в этом, дело в том, что это очень смешной когнитивный десант, когда за Навального хотят вводить санкции против Северного потока, против которого он не выступал. Потому что у Навального другие цели. Его цель, чтобы Россия была сильной, мощной державой, достаточно воинственной, доминирующей. И вот он сторонник величия русской нации, он не признает там все кругом, там, либо младшие братья, там, либо люди, не стоящие сочувствия, как сирийцы. Он выступал даже против сирийской войны, только в том смысле, что на нее тратится много денег, а сколько там народа убьют, ему было всегда все равно. И он публично никогда не выражал ни сочувствия сирийцам, ни украинцам, никому. И тем более не выступал за санкции против России. А Северный поток-2, остановка гипотетическая этого предприятия, это санкции против российской экономики. Но против таких санкций Навальный был всегда, как и Ходорковский. Понимаете, какая история? Здесь вот этот русский рейх, он настолько, он не очень понятен, наверное, западным политикам, не очень понятен многим и в Украине. Вот некоторые считают Навального и Ходорковского оппозиционерами. На самом деле это люди системы, это люди, которые просто занимают, либо занимают свое место в ней, либо не нашли свое место в этой системе. Каким-то личным там причинам, по причинам того, что Ходорковский хотел быть очень влиятельным человеком, а Путин этого не хотел, да. И он убрал его, жестоко наказав там на 10 лет, посадив в тюрьму и так далее. Но это все не выходит за рамки того, что они считают себя жителями великой России. Просто одни называют это великой Россией будущего, прекрасной Россией будущего. Но все они хотят сохранить империю, все они хотят величия и экономического роста, чтобы Россия была сильной, сильной армией и так далее, и так далее. Поэтому спросите у Навального, может ли он уже выражать свои мысли четко насчет северного потока. Я совсем не уверен, что он скажет, что за меня нужно наказывать Россию отсутствием денег, дополнительных денег за газ. Вот что я хотел сказать, просто многие об этом забывают. И это очень нелепый, очень смешной диссонанс. Это говорит как раз о двуличии людей русского мира и о том, что это абсолютно гибридный рейх, в котором нельзя подходить с точки зрения обычных прав человека или обычного здравого смысла. Здесь люди, каждый, кто туда встроен, каждый в этот русский мир, где бы он ни жил, и что бы он ни делал, он делает свое. Но на благо этой России, на благо этой империи, и совсем таким людям не на руку прекращение строительства северного потока-2. Вот такие вот дела, да. Об этом тоже стоит задуматься людям, которые на Западе поддерживают русских таких вот так называемых оппозиционеров и так далее. Вот просто понять их, кто они такие. Я уж не говорю про то, что нашлись олухи, которые выдвигают Навального на Нобелевскую премию мира. Это вообще стоит отдельно обсудить. Это будет первой открытой ксенофобой нации по убеждениям, расист, никогда не скрывавший, никогда не отказывающийся от своих взглядов, кто будет придавать Нобелевскую премию мира. А выдвинутые на эту премию, его на эту премию, леваки из каких-то западных университетов. Полный срыв мозга, да. Северный поток-2, Навальный, Великая Россия, будущее, Нобелевская премия, Грызуны, Величие России, я пойду воевать в Чечнюхе, Ходорковске, все вот в этом, в этом всем. И все это такой огромный, большой Путин, просто разные части. Это даже не Путин, а разные части организма этого рейха. Это просто надо четко понять. Спасибо всем, кто мне помогает, кто помогает донатой моему каналу, кто подписывается на один из семью уровней поддержки в Patreon. Спасибо вам большое. До новых встреч. Вот решил такой ролик короткий записать на ходу буквально.